Вечерний город Майами 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 В рамках чемпионатов Национальной Баскетбольной Ассоциации проводит Чикаго Буллс и шестикратный чемпион Национальной Баскетбольной Ассоциации рискует впервые за последние 8 лет не выйти в плей-офф и тем самым на минорной ноте закончить нынешний сезон, нынешний розыгрыш чемпионских персней. Но этого не случится, если сегодня удастся Пау Газолю и компании победить команду Майами Хит, сделать то, чего в нынешнем сезоне не удалось сделать ни разу. Дерри Кроуз проходит под кольцо и показывает арбитрам, что по рукам его хлопнул Ди Уэйт, но арбитры другого мнения придерживаются. Арбитры сегодняшней встречи Зак Зорба, Бенни Адамс и Дэвид Гатри, люди, от которых, конечно же, в сегодняшней игре будет очень многое зависеть, тем временем Лоул Дэнк не смог укротить передачу. Ди Уэйта под кольцом 4-2 в пользу Чикаго Буллс по истечении двух с половиной минут с начала матча. Несмотря на удручающие показатели команды в нынешнем сезоне, ходят слухи, что Фреда Хойберга не собираются. Функционеры и владельцы Чикаго Буллс увольнять Джимми Баттлер бросает, тем временем, со средней и не удается ему забросить свои первые два очка в сегодняшнем матче. Нужно, конечно же, надеяться болельщикам Чикаго Буллс на то, что в сегодняшней игре Джимми Баттлер покажет свою лучшую игру, свой лучший баскетбол и не позволит себе допустить того результата, который был два дня назад в Мэмфисе. У обеих команд был один день отдыха. Чикаго Буллс, как я уже сказал, проиграли в Мэмфисе. Майами Хиджи выиграли с дома у Детройт Пистонс. 107 на 89 по угоду, тем временем, доводит преимущество своей команды на старте этой четверти до 4-х очков. 6-2 в пользу Чикаго Буллс и Горан Драгич. Очередную атаку своей команды начинает на дугу, но Джо Джонсона отдает, и Джо Джонсон бросает из-под трехочковой. Простите, не стал, отправился в краску, где на нем палит. Тридцать четвертый номер гостей, это Майк Данливи, показывает нам, как проходил в предыдущей атаке к кольцу соперников Пау Газоли, как не смог ему ничего противопоставить Амары. Стед Майер, сказавший, что он является самым стильным баскетболистом Национальной баскетбольной ассоциации на данный момент, и никто с ним в этом компоненте сравниться не может. Спорный мяч выиграли баскетболисты Майами, Диуэйт в новую атаку свою команду пытается отправить, но случается потеря у хозяев, и уже под своим кольцом фолит. На Николе Миротиче Горан Драгич сейчас получает персональное замечание Словенец, первое персональное замечание для него в сегодняшнем матче. Фолл, безусловно, был не в мяч, Горан Драгич играл непосредственно по рукам. Отоварил своего визави, и мяч остался у Чикаго, и у Джимми Баттлер на пау Газоля передачу делает, и не удается тому от счета забросить еще два очка. Свои в сегодняшнем матче помешали ему соперники, если я не ошибаюсь, это был Джордж Джонсон, который уже под чужим кольцом забрасывает свои первые два очка в сегодняшней игре, тем самым сокращая оставание своей команды до минимума. Отличное приобретение для команды Майами Хит Джордж Джонсон очень хорошие показатели демонстрирует в отсутствии Криса Боша. Был у нас вопрос в нашей группе ВКонтакте, что с Крисом Бошем, простите, и будет ли он продолжать свою карьеру по истечении нынешнего сезона. Дерри Кроусте временем восьмое очко своей команды набирает, достаточно сложный бросок с отклонением одной рукой по кольцу наносил, но тем не менее удалось эти два очка забросить. Так вот у Криса Боша после перерыва на звездный уикенд снова обнаружились проблемы со свертыванием крови, и не участвует он в матчах своей команды. Первые три очка в сегодняшний матч этим временем забрасывают хозяева, и Джордж Джонсон сполна заменяет Криса Боша в составе Майами Хит, набирает очень много полезных очков, делает очень много хороших, качественных действий, и не позволяет, покуда Джимми Баттлер забрасывает свои первые. Все же два очка в сегодняшней игре доводит преимущество своей команды до трех баллов, не позволяет усомниться в качестве Майами Хит, и в том, что команды в этом сезоне постараются намного претендовать, в том числе и побеждая над такими командами, как Кремленд Кавалерс, безусловный лидер. В своей конференции потери сейчас под своим кольцом от Пау Газоли, Амара Стэдмайер его сумела бакрасть, Амара Стэдмайер, который выходит в стартовой пятерке, сейчас забрасывает два очка и сокращает до одного балла преимущество. Чикаго Буллс, Амара Стэдмайер выходит в стартовой пятерке, но, безусловно, на этой позиции не является ключевым игроком своей команды, таковым является Хасан Уайтсайд, который едва ли не в каждом втором своем матче в нынешнем сезоне дабл-дабл делает. Безусловно, и в сегодняшней игре мы его на протяжении большого количества игрового времени на паркете будем наблюдать. Дерек Роуз еще два очка, покуда мы размышляли и рассуждали о позициях баскетболистов на паркете. Набрал и снова до трех очков преимущество своей команды довел. Спустя половину первой четверти счет становится после вот этого броска. Горана Драгича 12-11. Качельная игра без какого-то ни было преимущества одной из команд. Драгич уже под своим кольцом. Сейчас бросок Деррика Роуза накрывает и подбор тем не менее за баскетболистами Чикаго остается. Пау Газоль под кольцом толкается с Амарой Стэдмайером и продавливает того, отправляя вот щита. Еще два очка в кольцо соперника. Горан Драгич в сольном проходе не смог ни забросить, ни в полы на себе заработать и таким образом уже обороняться приходится. Команде хозяев Горан Драгич, который перед началом этого матча сказал, что мы хотим начинать плей-офф дома и на концов пищу граната. Это главная задача для нашей команды является. У нас еще пять игр и каждая из этих игр важна. Сказал Словенец, который будет сегодня стараться разгонять атаки своей команды. Будет стараться на этой позиции быть первой скрипкой. Демонстрирует нам борьбу под кольцом Майами Хит от Пау Газоли и Амара Стэдмайера. Амара Стэдмайера, который после первого сегодняшнего матча небольшого перерыва вполне возможно уступит свое место на паркете. Долгожданному лично для меня Хасану Уайтсайду. Итак, небольшая пауза у нас, друзья. Так, возвращаемся на паркет. Который 25 последних матчей своей команды пропускает. На этом самом паркете Пакуда прекрасный момент от Джимми Баттлера. И Пау Газоли мы с вами могли наблюдать. На этом самом паркете у Майами Хит появляется нулевой номер. Разыгрывающий, простите, Джош. Ричардсон появляется, анонсированный ранее. Хасан Уайтсайд и Джастин Уинслоу помолодел состав команды Майами Хит. Тем самым с выходом этих парней на паркет. А что касается... Что касается Гриса Боша, то, как мы и говорили, не может он, к сожалению, принимать участие в матчах своей команды. Один из лучших снайперов Майами Хит в ходе нынешнего чемпионата пропускает 25 последних матчей из-за проблем со здоровьем. И, отвечая на вопрос одного из наших подписчиков, едва ли будет продолжать издевательство над своим организмом, возможно, поступит так же, как поступает Хобби Брайант. Закончит в угоду собственному здоровью карьеру по истечении нынешнего регулярного чемпионата или же по истечении нынешнего сезона. В целом, если удастся Крису Бошу принять участие в матче. Плей-офф нынешнего сезона. 16-13 в пользу Чикаго Буллс за 4-12 до конца первой четверти. Сегодняшнего матча наполовину, как я уже сказал, сменился состав в Майами Хит. Если есть какие-то изменения в составе Чикаго Буллс, то я постараюсь, безусловно, до вас их донести, как только смогу эти самые изменения заметить. Так как от нашего с вами взгляда их укрыли камеры Дуэйн Уэйд, который парой минут ранее заработал свои два очка из-под кольца. Сейчас этого сделать не сумел. Седьмой номер, если я не ошибаюсь, появился на паркете у Чикаго Буллс. Это Джастин Фоллидэй. И заменил он Деррика Роуза, который вроде бы неплохую игру демонстрировал. Но, несмотря на это, Фред Хойберг решил, что нужно светить разыгрывающего, и сейчас роль первой скрипки на себя возьмет, наверное, Джимми Баттлера. Тем временем, первые свои два очка после выхода на замену зарабатывает Джастин Холлидэй. И уже свою новую атаку начинает Джош Ричардсон, отдавая передачу на Дуэйна Уэйда. Доверяет тем самым старшему своему партнеру в начало этой атаки. Диуэйд на дуге находится, но Диуэйд в ходе нижнего регулярного чемпионата немного, нечасто бросает из-за этой самой дуги. Хасан Уайтсайд сейчас разворачивается в борьбе с Пау Газолем и не удается ему свои первые два очка заработать. Тем не менее, всего пять очков отставания Майами Хит на данный момент. И это, безусловно, отставание отыгрываемое. Тем более, учитывая, что лишь начало первой четверти у нас с вами идет. Уинслоу отправился под кольцо и получил блокшот от Джастина Холиде. Тем не менее, сам же подбор этот выиграл и два очка заработать все же сумел. Тайм-аут от Фреда Хойберга, если я не ошибаюсь. Спасибо большое. Кадры в поддержку одного из самых известных репортеров телеканала ТНТ. И одного из самых главных осветителей, если можно так сказать, национальной баскетбольной ассоциации на протяжении долгих лет, который болен лейкемией и который в любой день может уйти из жизни. В его поддержку совсем недавно многие очень звезды и баскетболисты, в том числе, были одеты в очень пестрые костюмы. Но, как мы видим, этот человек старается не унывать, улыбается. И каждый свой день проводит, как последний, каждый свой день проводит так, что любой другой человек, бессмысленно проживающий свои дни и годы, может только позавидовать. И может, безусловно, взять пример того, как нужно за каждую секунду своей жизни цепляться и как нужно эту самую жизнь проживать. Безусловно, улыбки и все действия, которые нам только что продемонстрировали, говорят нам о многом и о том, как правильно нужно себя вести по ходу нынешней жизни. Но это все лирика. Мы же с вами возвращаемся сейчас на паркет American Airlines Arena и будем ожидать продолжения матча Miami Heat Chicago Bulls, в котором вот как раз очередная акция в поддержку. В поддержку этого самого человека от различных совершенно людей, как мы видим, то, о чем я говорил, пёсовые костюмы, жизнерадостные улыбки и много-много улыбки человека, который болен лейкемией. Тем не менее, продолжает свою работу, продолжает продавать любителей баскетбола за океаном. Своим присутствием и своей работой на различных аренах на самом деле баскетбольной ассоциации. Возвращаемся на паркет атака Chicago Bulls. Джимми Батлер с мячом 18-15. Пользует Chicago Bulls за 2.24 до конца. Первой четверти сегодняшнего матча. Джимми Батлер в проход вроде бы отправился, но отдал передачу на Джастина Коллида, который, не доходя немножечко до трехсекундной зоны, в воздух взлетел и колотил сверху. В кольцо Майами хит, минус 5 для хозяев за 2 минуты до конца первой четверти. Не справляются пока что мы все со скамейки баскетболиста с установкой тренера. Судя по всему, Уайтсайд борется против двоих и, несмотря на то, что сопротивлялись им два соперника, все же забрасывает свои первые два очка в сегодняшнем матче. Первый, но, как мы уверены, далеко не последний, потому что Хасан Уайтсайд – это человек, который сумасшедшее количество подборов в ходе нынешнего сезона, простите, делает, если быть более точным. Пока Горан Драгич разворачивается в краске и практически сравнивает счет за минуту 30 до конца матча, вышивший со скамейки обратно на паркет. Горан Драгич делает счет 20-19. Так вот, у Хасана Уайтсайда в ходе нынешнего сезона 816 подборов в среднем за матч он делает 11 и в 80-е. Подборы – это, конечно же, сумасшедшие показатели, которые могут позавидовать многие центровые ассоциации, которых едва ли может достичь каждый желающий. Джимми Батлер получает персональное замечание, мяч у хозяев сейчас будет, буду не его вводить из-за боковой, на паркете у Чикаго Булз появляется. Сейчас разберемся, кто. Бобби Портис появился на паркете у Чикаго Булз, из угла пытался забросить. Джош Ричардсон, но этого сделать не удалось, и Джастин Холлиды красиво, грамотно отобранялся против защитника хозяев, не позволил тому забросить. Уже под чужим кольцом борется вышедший Бобби Портис с тремя соперниками, не удается ему их перебороть, и не удается снова вывести свою команду на трехочковое преимущество в счете. Из-за дуги бросает Лоу Дэнк, эта попытка снова неудачная, подбор остается за гостями. Быстрые атаки начались в концовке первой четверти, и шестой номер, также вышедший со скамейки Кристиано Фелисио, бразилец, забрасывает свои первые два очка в сегодняшнем матче. Последнее владение будет за хозяевами Горан Драгич, безусловно, будет до последнего стараться. Это самое время убивать для того, чтобы у Chicago Bulls было минимальное количество секунд на последнюю атаку, красиво под кольцо прошел, и вот счета. 22-21 счет сделал, попытка Джимми Баттлера бросить базер-биттер, но попытка неудачная. 22-21 в пользу Chicago Bulls на исходе первой четверти высвечивается. На табло ожидаем вторую четверть, и наблюдаем за красивыми кадрами выхода Диуэйда на паркет, и выхода команд на паркет, и красивых моментов. Первая четверть, и ожидаем четверть вторую, друзья. Итак, возвращаемся на паркет Американ Эйрлайнс Арены. Начинается вторая четверть, и с мячом Горан Драгич, первая атака за хозяевами, первое владение, естественно, тоже за хозяевами у Фреда Хойберга. Берут интервью, покуда его команда обороняется, и делает это достаточно. Успешный подбор под своим щитом забирает бразилец Кристиано Фелисио, и уже свою атаку начинает на дуге. Вроде бы должен был передать мяч Дереку Роузу, но не стал этого делать, впрочем, через Джастина Холиде, а все же до Роуза. Мяч дошел, и уже Фелисио из-под кольца первыми двумя очками. Во второй четверти отмечается, и второй раз в ходе сегодняшнего матча очковыми приобретениями. Тем самым в протоколе матча отмечается ответная атака команды хозяев. Горан Драгич сам пытается под кольцо пройти, и если бы этот бросок сейчас засчитали, то, конечно же, если бы этот бросок, естественно, залетел, то его бы засчитали. Он бы попал в топ по итогам сегодняшнего дня. Как мы показывают для Фелисио, персональное замечание, естественно, первое персональное замечание во второй четверти матча, но, так как этот фолл был на броске и под кольцом, Горан Драгич будет сейчас первые свои штрафные броски в сегодняшнем матче исполнять. В ходе нынешнего сезона у Горана Драгича в этом компоненте 71,9% попаданий. 115 из 160 бросков он в цель отправил. Едва ли это тот показатель, которым игрок, играющий на позиции разыгрывающего, может гордиться. Тем не менее, сейчас два из двух забрасывает Горан Драгич, и, возможно, здесь сказывается также волнение, которое в концовках матчей для баскетболистов, конечно же, намного более серьезное, нежели в начале этих самых матчей. И вот уверенности каждого отдельного взятого игрока очень многое зависит. Несмотря на свисток, пытался сейчас Бобби Пордис добить таки мяч в кольцо. Все попадается здесь с Хасаном Уайтсайдом под чужим кольцом, под чужим щитом. Но если посмотреть на Хасана Уайтсайда, едва ли его можно кому-то забодать, или кто-то может его запугать. Хасан Уайтсайд фантастический сезон проводит. Как я уже говорил, очень много блокшотов делает, очень много пользы своей команде приносит. Несмотря на то, что со скамейки он регулярно выходит, но это исключительно уважение к ветерану Амаре Стэдмайеру и показатель того, что к баскетболистам, отдавшим много лет команде Майами Хит, здесь хорошо относятся. Хасан Уайтсайд больше всего времени на паркете проводит. Тем временем дважды команды быстрые атаки провели. 26-25 на данный момент на табло. Так вот, Хасан Уайтсайд проводит блестящий сезон. Проводит в среднем 29 минут на паркете в ходе нижней регулярки. Сейчас у Горана Драгича двойное ведение. Фиксирует арбитры и зарабатывает в среднем 14,1 очка за матч. Таким образом, одним из лучших баскетболистов в каждом практическом матче своей команды становясь. И ему очень много денег, возможно, по итогу лишнего сезона. Предложит менеджмент команды для того, чтобы его в своей команде сохранить. Потому что такой центровой, я уверен, нужен будет очень многим командам после того, как увеличится потолок зарплат. Дерек Роуз со средней бросает и не попадает. И попытается сейчас быстро свою атаку убежать. Горан Драгич с линией штрафных бросает, но не удается забросить. Ответная атака немножко безбашни. Баскетбол у нас сейчас с вами наблюдается. Получает передачу. Джастин Уинселл дает на Фелисио и на Том Фолид. Джош Ричардсон, не позволяя эффектным данкам свою атаку закончить. Первые два штрафных и Чикаго Булл сейчас будет пробрасывать. Джастин Холлид улыбается. Игра его команды пока что нравится. Видимо, что на самом деле по рукам. Зарядил бразильцу игрок Майами Хит. Так вот, после увеличения потолка зарплат, поднятия потолка зарплат, существенного выроса зарплаты баскетболистов, особенно топовых игроков, и Хасан Уайтсайд со своими показателями в ходе нынешнего сезона, безусловно, будет являться лакомым кусочком для всех команд. Но сохранение или несохранение его в команде будет зависеть, безусловно, от функционеров именно Майами Хит, а не от претендентов на баскетболиста из других, от представителей других команд. Я же думаю, что все же не позволят функционерам Майами Хит уйти, Хасан Уайтсайду в какой-то другой клуб. Тем более, что сам баскетболист также должен понимать, что, наверное, здесь он нашел свою команду, удалось ему здесь справиться с своим буйным нравом, удалось тренеру этот самый буйный нрав успокоить. И, в принципе, достаточно симпатичная команда подобралась в Майами. Если удастся им, возможно, все-таки вернуть в Майами по истечению нынешнего сезона, Леброна Джеймса или удастся заманить Гевина Дюранта, то, возможно, в следующем году будут они бороться не за попадание в плей-офф, а за чемпионские перси. Тем временем, Лоу Дэнк забрасывает и снова до одного очка. Сдавание своей команды сокращает, но, тем не менее, бардак какой-то творится в обороне у Майами Хит. И в ответной атаке все тот же Бобби Портиз статус-кло восстанавливает. Горан Драгич в очередной проход отправляется на дугу, на Лоу Дэнка отдает, но Дэнк бросает не стал, под кольцо прошел, и Бобби Портиз у персональное замечание фиксирует арбитры. Бобби Порти, судя по всему, сейчас отправится на скамейку запасных, судя по тому, какое выражение лица мы только что у него видели, и в каком направлении он только что двигался. Тайм-аут у нас первый во второй четверти, друзья. Мы должны работать в каждой позиции. Мы должны начать их чувствовать. Он хотел сделать физически, это был статус-классный аудио ассистент на фритролайне. Так, Лоу Дэнк на линии штрафных бросков. Первый штрафной Лоу Дэнк промахивается. В нынешнем сезоне у него 75,8% попаданий с линии штрафных бросков. В среднем за матч он бросает 2,6 раза, то есть не часто фалят. На этом баскетболисте соперники, один из двух у него сегодня, а в целом походу ниже на 130,8%. 182 не позволяет Джош Ричардсон сейчас ввести. Спокойный мяч из-за пределов паркета баскетболистам Чикаго Буллс. Командный прессинг демонстрируют баскетболисты. Майами Хит, постараются они, конечно же, закончить первую половину с преимуществом, а не отставанием в счете, но сейчас могут обрезать буквально весь состав. В быстрое нападение отправились быки, и сейчас Лоу Денгу уже персональное замечание под своим кольцом. Уже Дерек Роуз будет пробивать штрафные броски, делать то, что минуту назад делал сам Лоу Денг. У Дерека Роуза хороший показатель с линией. В ходе нынешнего сезона под 80%, но в среднем за матч он также бросает вне часто, около трех бросков, и не реализует один из них, что позволяет болельщикам Чикаго в данной атаке надеяться на два попадания из двух. Но, тем не менее, тот самый один бросок, который за матч в среднем промахивается. Дерек Роуз, он сейчас промахнулся, этот промах допустил, и 31-28 в пользу Чикаго Булс. Атака Майами Хит и Горан Драгич у истоков этой атаки. Стоит на Лоу Лоденго на передачу, треха в лоб, и не точно. Под своим кольцом снова подбор забирает бразилец Фелисио. Начинает, разгоняет атаку своей команды. На дуге мяч получает от Дерека Роуза. Ну, конечно же, с этой дистанции сам бросать едва ли будет. На Портиш, передачу отдает, и Портиш со средней из-под Лоу Лоденго не попадает. Джастин Луинслоу подбор под своим щитом забирает новую атаку свою команду. Гонит, также со средней бросает, как только что это делал соперник. И так же, как соперник не попадает, оставляя счет прежним. 31-28 за 7-18 с гола окончания второй четверти сегодняшнего матча. Немножечко порассуждаем о перспективах Чикаго в ходе нынешней регулярки, в ходе нынешнего сезона, 50-й сезон для команды в истории. В регулярных чемпионатах NBA, вообще, в принципе, в чемпионатах NBA. Сейчас на исходе своего владения Дерек Роуз в красивом проходе 2 очка. Еще он себе в копилку записал в сегодняшней игре 11 баллов. У него уже набирается 5 из 10, как мы видим, он сегодня попадает. Драгич за дугу отступает, и, возможно, этот самый лишний шаг сейчас не позволил ему свои очки набрать. Сконцентрировано на том, чтобы за эту самую дугу отступиться, видимо, как Дерек Роуз только что проходил под вышедшим на паркет Юдонисом Хаслимом и Лолом Денгом. И свои очки зарабатывал. Пока что самый результативный баскетболист в сегодняшней встрече. Так вот, 50-й сезон для Chicago Bulls в Национальной баскетбольной ассоциации. И команда, шестикратный обладатель чемпионских персней, рискует не попасть в плей-офф впервые за последние 8 лет. Безусловно, это будет провалом для Пау Газоля и компании. Но, как я уже ранее говорил, не станет это решающим, не будет это решающее значение иметь для Фреда Хойберга. Тем временем, Бобби Портис под чужим кольцом красиво разобрался с тремя соперниками. И, в общем-то, довел преимущество своей команды до 7 баллов за 6 минут до окончания второй четверти. За 6 минут до окончания первой половины. Диуэйт на паркете снова появляется. Пытается на кроссовере уйти от Бобби Портиса. Но пока что грамотно обороняется соперник, не позволяя Диуэйту забросить свои 2 очка. Впрочем, вдоль лицевой проходит разыгрывающий хозяев. Но, тем не менее, бросать сам из-под кольца не стал. На Джо Джонсона, также появившегося на паркете, передачу сделал. И Джо Джонсон со второй попытки все же смог забросить в кольцо Чикаго Буллс. Джимми Батлер новую атаку своей команды сейчас будет начинать. Здесь, безусловно, поражение в сегодняшнем матче поставит практически крест на перспективах Чикаго Буллсу в нынешнем сезоне. Поражение же Майами Хит поставит, возможно, крест на перспективах команды. Бороться за приоритетное право принимать соперников на своем паркете в первом раунде этого самого плей-офф. Но, безусловно, матчем жизни сегодня матч является для Чикаго Буллс, в то время как для Майами Хит это все-таки очередной шанс. И плей-офф, в принципе, от них никуда уже не уйдет. Спрашивали нас в группе, каковы шансы в противостоянии Бостон-Селтикс и Майами Хит, которые будут встречаться в концовке регулярного чемпионата. Напомню, что после сегодняшней игры у Чикаго останется три матча. Это Кливленд дома и Орлеан в гостях и Филадельфия дома, то есть календарь, который едва ли много шансов оставляет дружине Фреда Хойберга. Я думаю, что при такой игре рассчитывать на победу дома над Кливлендом едва ли стоит, учитывая то, что Кливленду нужно сохранять первое место на Востоке и не позволять Торонто себя настичь, для того, чтобы вплоть до финала Национальной баскетбольной ассоциации иметь право начинать серии плей-офф на своем паркете в красивом проходе. Сейчас Джош Ричардсон набирает два очка и до трех баллов сокращает за 4.38 отставание своей команды в счете. Так вот, Кливленду нужно сохранять первое место на Востоке и, безусловно, не будет он позволять Чикаго. Тем более, что у Чикаго игра совершенно не клеится в последних матчах играть с собой с позицией силы. Будет Леброн Джеймс стараться, конечно же, свою команду к победе приводить и тем самым окончательно хоронить, наверное, Чикаго Буллс в нынешнем сезоне. Если Чикаго Буллс не выиграет в матче сегодняшнем, Пау Газоль сейчас боролся с Хасаном Уайтсайдом. И, судя по всему, судя по тому, что Хасан Уайтсайд вопросительно смотрит в воздух. Именно ему фол дают арбитры, но почему-то демонстрирует нам совершенно другого баскетболиста. Майами Хит, примерно таким же выражением лица, с каким обычно по паркету, ходит Ким Данком Пау Газоль. Тем временем первый штрафной бросок в сегодняшнем матче свой попадает в нынешнем сезоне. У него примерно те же показатели, что и у Деррика Роуза. Немножечко по-лучше бросает штрафные броски. Пау Газоль 79,6% попаданий. В среднем за матч он бросает 4 раза и не попадает 0,8 броска. Что, в принципе, дает практически стопроцентную результативность в большинстве матчей в ходе регулярного чемпионата. Дилейт от всех соперников под кольцом. Как колокольчик убегает. И из-под пау Газоль окрасивым фингерроллом сокращает отставание своей команды снова до 3 баллов за 4 минуты до конца второй четверти. Чикаго Буллс, который в отвратительной форме находится, но поклонники команды могут надеяться сегодня на победу. Исходя из того, что в гостях команда в последнее время играет намного лучше, чем дома. Из последних 5 матчей на выезде Чикаго выиграл ровно половину. Ну, три поединка выиграл у Миллоки, который, в принципе, ни за что не борется. И пытается, как мы видим каждый день в топ-10 моментов, скорее в топы каждый день попадать своими красивыми действиями. Красивыми действиями, в первую очередь, это Токумба и Джобари Паркио. Но не о них сейчас речь. Так вот, у Миллоки удалось выиграть. Также были повержены Хьюстон на выезде и Индиана. Прямой конкурент за попадание в плей-офф. Это сам Уайтсайд, тем временем, в свои первые два штрафных броска в сегодняшний матч исполняет. И первый штрафный бросок Уайтсайду удается забросить. Так вот, несмотря на то, что вроде бы неплохо складывается для Чикаго, выездная серия в последних матчах, набрать нужное количество очков, нужный процент побед все же не удается, потому что дома команда зачастую проваливается. И не удается также в ключевых выездных матчах очки набирать с теми же Майами Хит. Напомню, три поражения в нынешнем сезоне было, а это был прямой конкурент на тот момент. За борьбу в кубковой восьмерке Никола Миродич под кольцо прошел и от этого самого кольца от щита забросил свои первые два очка. А во второй четверти разыгрывает сейчас мяч Майами Хит. Хасан Уайтсайд под кольцо проникает и против него боролись Никола Миродич и Пау Газоль, но не удалось Хасану Уайтсайду это самое сопротивление преодолеть. А Джастину Уинслоу, судя по всему, хватает персональное замечание, посмотреть на повторе, что здесь было. Как мне кажется, по рукам Хасану Уайтсайду все-таки Пау Газоль настучал, но у арбитров другое мнение на сей счет. Хасан Уайтсайд такое ощущение, что он заплачет сейчас, а Джастину Уинслоу все же сфалил на Пау Газоль и дал ему право еще два штрафных броска во второй четверти. Пробитие, как мы видим, количество командных фолов у Майами Хит во второй четверти уже превысило норму и каждый следующий фол будет, естественно, противным. По-прежнему все то же самое выражение у Хасану Уайтсайда на лице, но на его счастье Пау Газоль первый штрафной бросок промазал, а вот со вторым дела складываются туда. Более хорошо для испанца 40-36 за три минуты до конца первой половины в пользу Чикаго Буллс. И Джош Ричардсон как начало своей новой атаки в концовке этой самой второй четверти Диуэйду передачу отдает, и Диуэйд сам в проход отправился, но не позволили бросить соперники. По высоченной траектории Джастин Уинслоу пытался до двух очков отставания своей команды сократить, но не удалось попасть в кольцо. И тем самым отдал Джастин Уинслоу, простите, Джастин Уинслоу просто на просто мяч с соперником. Миротич также не смог из-под того же Джастин Уинслоу с отклонением попасть сейчас в кольцо соперников. Диуэйд все в свои руки берет и делает экстрапас на Джоша Ричардсона на дугу. Впрочем, выбросил на того вовремя. Джастин Холиды и не позволил трехочковый бросок по кольцу собственному нанести. Диуэйд отправился в краску и левым крюком мяч отправил точнехонько в кольцо по стелящейся траектории. Несколько не было никакой дуги практически после этого броска Дуэйна Уэйда. Очень красивые два очка залетели в кольцо. Чикаго Булс, внуля на наличие на паркете высоченных пауг Азоли и Николы Миротича. Две минуты десять секунд до конца второй четверти двухочковое преимущество Чикаго Булс. Отмечаем, что в последних десяти матчах лишь в трех играх, в Диуэйс, которые были на выезде, не удалось. Майами Хит набрать 100 баллов. Паул Газоль разворачивается из-под Хасана Уайтсайда крюком левой рукой. Сейчас доводит преимущество своей команды до четырех очков, 42-38. Так вот, лишь в трех матчах в гостевой игре против Портленда, в гостевой же игре против Сан-Антонио Спёрс оба матча были проиграны бастболистами Майами Хитки в домашнем матче. Нет, простите, также в гостевом матче против Лос-Анджелес Лейкерс, который в овертайм перетек, не удалось в Майами Хит набрать 100 баллов. Все эти матчи были проиграны, Лейкерс проиграли лишь в овертайме и с небольшим счетом 100-102. Но во всех остальных 7 играх из последних 10 Майами набирал 100 и более очков, что пока что не подтверждается хозяевами. Сегодня у них в активе за первую половину лишь 38, нет, уже 40 усилиями Джо Джонсона баллов за минуту до конца первой половины набегает. Что же касается Чикаго, то у команды проблемы с результативностью, проблемы с игрой в атаке и проблемы, как мы уже отмечали, с победами. В целом, если у Майами Хит в последних домашних матчах показатели 10-2, то у Чикаго Булс в последних 10 игр, в принципе, набирается всего лишь 3-4 победы. И сегодня во второй половине матча, вероятнее всего, после внесения Эриком Спайлстрой, изменений в игру своей команды, мы увидим несколько другой Майами, который постарается свои показатели, конечно же, подтянуть к средним за последние игры, тем более, что практически переполнена Американ Айрлайнс арена. И постарается вернуть преимущество своей команде, постарается выиграть сегодняшнюю игру и переместиться, возможно, если конкуренты допустят осечки на четвертую или же вовсе на третью позицию. После очередного игрового дня Дуэйн Уэй тем временем проходит в краску и не забрасывает из-под двух соперников, по очередным своим флоутерам и последнее владение. Вторая половина остается за Чикаго Булс, за Джимми Баттлером, который со средней решается набраслом за 4 секунды до конца матча, до конца, простите, второй половины, первой половины. И удается Джимми Баттлеру до 6 очков преимущество своей команды увеличить 46-40 по истечении двух четвертей, по истечении первой половины 46-40 в пользу Чикаго Булс. И это результат, который, наверное, немногие могли ожидать перед началом этого матча, тем не менее, мы все помним, что для Чикаго Булс это матч жизни и смерти, матч, в котором нужно обязательно добывать победу. И так перерыв, друзья. Вот. Продолжение следует... Продолжение следует... Майами Хит и Ди Уэйт свои первые два очка во второй половине набирают, сокращая отставание своей команды до 4 баллов. После первой половины 46-40 было в пользу Пау Газоля и компании. Нужно что-то гонять, безусловно. Эрику Спайлстри. Видим мы, что снова на паркете у Майами Хит появляется Амар и Стэгмайер. И практически полностью первая пятерка, вторая пятерка. Сейчас от Эрика Спайлстри на паркете появилась. Город Драгич в быстрое нападение убежал. Легкие два очка заработал. 46-44 за первые же 40 секунд второй половины. Майами практически восстанавливает равновесие в сегодняшнем матче. Если Пау Газоль сейчас не забросит, а Пау Газоль забрасывает и делает счет 48-44, то у Майами Хит были бы шансы для того, чтобы сравнять счет в сегодняшнем матче. Но этого не произошло. И Городу Драгичу нужно что-то новое придумывать. В ходе первой четверти на двоих команды совершили 10 трехочковых бросков. И лишь один из них достиг цели. Это был бросок от игроков в Майами Хит. Но Улдэнк тем временем забрасывает еще два очка. Быстрее началась вторая половина, нежели события разворачивались в половине первой. Сейчас хватает персональное замечание от Джо Джонсон. Зарядил он, судя по выражению лица, едва ли не полностью Джимми Баттлеру. Но это лишь первое нарушение во второй половине. И за боковой сейчас будет вводить мяч Майк Данливи. Паугазоль с мячом под кольцо отдает на того же Данливи передачу. Но не удается тому с открытой практической позиции, практически без сопротивления забросить два очка. И преимущество своей команды увеличить. Впрочем, тут же ответной любезностью отвечают баскетболисты Майами Хит. И уже под своим кольцом Паугазоль подбор забирает, начиная атаку своей команды. И передавая образы правления Дереку Роузу и компании, отправляясь в Краску, собственно, самостоятельно. И пытаясь уже там что-то для своей команды придумать. Восьмерку сейчас баскетболисты Чикаго. И под чужим кольцом получает право пробить сейчас два штрафных броска Майк Данлии. И получает сейчас персональное замещание. Судя по всему, у Амара Стэдмайер. Очень сильные очки у Амара Стэдмайера. Нельзя это не отметить. В то время в футболе был такой футболист, Эдгер Давиц, который тоже играл в специальных очках. Но это было не фишка тогда этого человека. Это стало сейчас фишкой в футбольном мире является имя внешний вид. Центрового Майами Хит. Два из двух Майк Данлии отправил в цель. У него примерно те же самые показатели, которые у его партнеров по команде до этого. Бросавших с линии штрафных. 177% попаданий с линии штрафных в ходе нынешнего сезона. Лоул Дэнг получил блокшот от Пау Газоля. Но тем не менее сам же подбор забрал. И все же добил мяч в кольцо. Отправил еще два очка. И получается сегодня игра у Лоула Дэнга. Это безусловно не может не радовать заполнивших арену зрителей. Пау Газоль сейчас претендовал на энд-уан. Но Амарис Тэтмайер, судя по мнению бригады арбитров, правила все же не нарушал. Горан Драгич делает порой рискованные безрассудные передачи. Но они пока доходят до партнеров. Безрассудность эта теряется. Пау Газоль очередной подбор под своим кольцом забрал. Под чужое уже не успел в быструю атаку. Но впрочем, позиционная успеет, если Майк Данлии не стал бы торопиться и продолжил бы позиционную атаку своей команды. Но он бросил за дуги и не попал. Тем временем Джо Джонсон на Диуэйда передачу делает. И Уэйд красивым пасом находит в трехсекундной зоне Амара Стэдмайера, который не промахивается из-под этого самого кольца. Но показали нам почему-то Лоула Дэнга. И может быть ваш комментатор, конечно же, ошибся. Лоул Дэнг достигает той отметки, которой еще в первой половине достиг Деррик Роуз. 11 очков и такой же процент попаданий. 5 из 10, какой был у Деррика Роуза. 52-50 за 8 минут 20 секунд до конца. Третьей четверти на табло. Стэдмайер после красивого экстра паса от города Драгича. Сверху вколачивает мяч в кольцо. Чикаго Боллс и впервые в сегодняшнем матче. Сравнивает счет, делая его 52-52. Амара Стэдмайер свое дело сделала. Амара Стэдмайер, наверное, может уходить. И ждем мы на паркете снова появления Хасана Уайтсайда. Лично я не знаю, как вы этого, конечно же, ожидаю. Перерыв на тайм-аут, друзья. Возвращаемся на паркет. Так вот, что касается концовки сезона и противостояния. Тем временем, перехват. Защите совершают игроки Майами Хит. И в быстрое нападение отправляются Ди Уэйда, который выводит свою команду вперед. Ди Уэйд показывает нам, что Джастин Уинсу какую-то гориллу изображает. И тем самым, одновременно радуясь, пугая соперников. И, может быть, концентрируясь на каком-то моменте, закрыв глаза. Сейчас то же самое Джастин Уинсу сделал. Это, безусловно, не может не вызывать ироничную улыбку. Снова она показывает, как Ди Уэйд со своим небольшим ростом сверху. Мяч из-под майка Дон Ливи вколотил. Так вот, что касается концовки регулярного чемпионата, пока Пау Газоль еще два шторфа не броска будет в сегодняшнем матче пробивать. Первый из которых попадает в концовки. Нужно сыграть Майами Хит с Орландо в гостях, с Орландо дома, с Детройтом в гостях и с Бостоном в гостях. То есть три гостевых поединка, практически гостевая выездная серия. Но, учитывая то, что Орландо Мэйджик в этом сезоне уже ничего не надо, что, в принципе, может им как развязать руки и ноги, так и наоборот их сковать. И едва ли они будут там жилы рвать для того, чтобы победу во что бы то ни стало над дружиной Эрика Спайлстри одержать. Есть все шансы у Майами Хит для того, чтобы не стартовать плей-офф в серии с Бостоном. Именно если удастся занять, например, третье место, а Бостон будет пятым или четвертым, то, конечно же, Майами Хит получит другую команду. Но если все же размышлять именно с той позиции, что на Бостон попадет Майами Хит в первом раунде плей-офф, то лично мне кажется, что шансы примерно равны. И за счет своей площадки, в первую очередь, как Татак и другая команда, может эту самую серию вывести. Если же стартовать будут у нас в своем паркете баскетболисты Эрика Спайлстри, то их шансы лично мне кажется предпочтительны. И наоборот, если стартовать будут в Новой Англии, то уже шансы Бостона будут предпочтительны, потому что Айзея Томас и компания постараются сделать все для того, чтобы начать серию с 2-0 и тогда уже переезжать в Майами с комфортным преимуществом. Возможно, с допущением мысли об одном поражении. И дальше уже будут отталкиваться исключительно от преимущества домашней площадки. Снова Стэдмайер получает мяч в трехсекундной зоне и снова забрасывает сверху. Не вышел Хасан Вайтсайт на паркет. Лоуэл Дэнг с абсолютно каменным лицом встречает это попадание своего товарища по команде. Стартовая пятерка сейчас на паркете у Майами Хит. Никола Миротич толкается под чужим кольцом с Дуэйном Уэйдом. Дуэйн Уэйд чем-то, безусловно, недоволен. А Николе Миротич сейчас арбитры показывают, как не нужно бороться под чужим кольцом и за что они будут и впредь наказывать. Игрока Chicago Bulls Горан Драгич разгоняет атаку своей команды, проходит в краску. Находит Стэдмайер. И Стэдмайер сумасшедшее какое-то попадание правым крюком сейчас совершает из-под Николы Миротича. Это какая-то фантастика от центрового хозяев, от ветерана команды хозяев. Безусловно, это заслуживает повтора. Горан Драгич, конечно же, молодец, но здесь передача между ног у Паука Золя прошла на тоненького, если можно так выражаться. А Стэдмайер, будучи скованным полностью Николой Миротичем, все же умудрился бросить от щита мяч точно в цель и еще бонусный штрафной получил, который, впрочем, не попал, но красоты момента это, безусловно, не убавляет. Амара Стэдмайер молодец и может с чувством выполненного долга в ближайшей паузе уступить место на паркете. Хасану Вайтсайду сейчас персональное замечание получает уже Джордж Джонсон. Не позволил он Джимми Баттлеру отправиться в проход под собственное кольцо. За 6 минут 8 секунд до конца третьей четверти сегодняшнего матча на табло горит счет. 56-58 уже в пользу команды хозяев. Джош Ричардсон, как мы видим, пытался с себя стянуть тренировочный костюм, но его Эрикс Павелстрак посадил пока что, наверное, на сканейку запасных обратно. А Джимми Баттлер уже на шагах, по мнению арбитров, был в тот момент, когда на нем фалил Джордж Джонсон и бросает сейчас штрафные броски, с которыми у него в ходе нынешнего сезона. В принципе, полный порядок из тех, кто на паркете на данный момент у Чикаго Пулс находится. Именно у Джимми Баттлера лучший показатель в этом компоненте. 83% попаданий в ходе нынешнего регулярного сезона NBA. Игорен Драгич из подпау Газоля бросает и через более высокого баскетболиста соперников забрасывает еще 2 очка. Как я уже говорил, намного быстрее у нас действия происходят. Во второй половине намного быстрее команды набирают очки и намного живее в целом баскетбол смотрится, что, конечно же, не может не радовать и меня, как вашего комментатора, и вас, надеюсь, как зрителя этого матча. Деррик Роуз сейчас пытался в Эндуан заработать и заработать еще и персональные замечания для Горана Драгича, но ни словенец фалить не стал, ни Деррик Роуз не попал с этого броска. Джимми Баттлер бросает с границы краски. И Джимми Баттлер сегодня демонстрирует игру, которая для него в целом по уходу сезона более характерна, нежели по итогам последнего матча, в котором, напомню, Джимми Баттлер набрал лишь 5 очков, а в целом входим в нижнего сезона у Горварда Чигага Булз, 21 очков в среднем за матч. Тайм-аут у нас, друзья. В первом поле, Шак 30-25, 2-блокс, Пьетт, элиминаемый, Шак 30-20, performance, the first in the postseason history, all a part of his terrific story here. They won that 06 championship, and as we all know, Шак going to the Hall of Fame with this elite group, 15-time All-Star, he was a 2000 season MVP, 3-time finals MVP, and a terrific friend of Turner and the NBA, and our hardest congratulations. Так, мы снова возвращаемся в игру за 5 минут до конца третьей четверти. У нас счет равный 60-60, и сейчас дилэй через пауга Золя, который обреченно опускает голову вниз, забрасывает еще один свой красивый крюк, еще один, можно так сказать, даже обратный, если позволить так выразиться, фингерролл, скольчиков пальцев он отправлял мяч, но не открытый ладонью, а поскорее направляя эту самую ладоню вниз, сейчас не удается забросить трехочковый бросок игрокам Chicago Bulls, в принципе, у них сегодня с этим компонентом не очень все в ладах, а вот у Miami Heat, как мы видим, пошли броски, в том числе и за дуги, и Джо Джонсон, сейчас забрасывает эти самые три очка, уже до пяти очков преимущество своей команды увеличивая, напомню, до начала третьей четверти, после первой половины, отставание от Chicago, отставание, простите, Miami Heat от своего соперника было 6 очков, то есть на данный момент баскетболисты Эрика Спайлстры выигрывают четверть со счетом, плюс 11, что, конечно же, не может тренера и болельщиков, заполнивших. American Airlines арену не радовать, быстро пытаются разыграть мяч. Баскетболисты Чикаго, Пау Газоль на дуге с этим самым мячом находится, против него Хасан Уайтсайд, сам Пау Газоль лезть под кольцо не стал, три секунды на бросок, у Chicago Bulls, и уже нужно выбрасывать мяч, делает это Джимми Батлер, но забросить на исходе владения не удается, и тут же Джастин Холиде из-за дуги бросает, и ответной трехой восстанавливает статус Ко, до двух очков отставания уже своей команды сокращая, 3 минуты 45 секунд до конца, и 65-63 пока что это самая результативная четвертая сегодняшнего матча, конечно же, есть еще четвертая, в которой команда уже будет каждая свою задачу решать, и каждая по своему плану действовать, что, в принципе, наверное, характерно, и в целом, по ходу игры для каждой из команд, сейчас Джо Джонсон со средней, два очка отправил в кольцо соперников, до четырех снова очков, примутся своей команды, увеличив, и тут же в ответной атаке Chicago Bulls предоставил шанс баскетболистам Miami Heat, дальше в счете оторваться, Дуэйн Уэйд со средней, и 69-63, возможно, нужно сейчас Фреду Хойбергу тайм-аут взять, для того, чтобы немножечко вправить мозги баскетболистам своей команды, но, тем не менее, паузу от тренера Chicago Bulls не следует, по-прежнему безбашенная игра продолжается, и сейчас заступает за линию, или наступает на боковую линию Джастин Холли, да и владение снова переходит баскетболистам Miami Heat, показывают нам грустные глаза, Деррика Роуза, конечно же, не попадание Chicago Bulls в кубковую восьмерку, будет потеря для Восточной конференции, но для того, чтобы этой потери не допускать, нужно было в целом по сезону хорошо идти, и не допускать поражений. От более слабых коллективов, видимо, что количество очков, которые набрал Деррика Роуз в первой половине по-прежнему таковым, и остается 11 баллов, и если было в первой половине 5 из 10 попаданий секреты, то сейчас 5 из 12, и место на скобейке запасных. Брэда Хойберга Джастин Уинслоу не попадает с линии штрафных бросков, но с игры и позволяет сейчас баскетболистам Chicago Bulls атаку развивать, и с задуки бросает. Игрок команды гостей Даг Макдермонт, и удается ему сократить отставание своей команды до 3 баллов. Пошли и трехочковые броски у Chicago Bulls в третьей четверти, два подряд залетает. Горан Драгич неподготовленный бросок из-под бразильца, сейчас совершал также из-за дуги, но забросить не удалось, и восстановить статус клоу также не удалось. Жилибатлер из-за дуги, 69-69 счет становится, и возможно паузу уже от тренера Майами Хит, но увидим 2 минуты до конца третьей четверти, счет равный, и это оставляет нам с вами аппетитную четвертую четверть, в которой события будут развиваться совершенно различным образом, учитывая то, что у каждой из команд, напомню, был день отдыха после последнего своего матча, но настроение, конечно же, у этой команды абсолютно противоположная после этого самого матча Уинслоу, тем временем за дуги не попал, но подбор остался за баскетболистами Майами, и Горан Драгич начал новую позицию на атаку своей команды, Ричардсон отправился в краску, отдал мяч на Уайтсайда, и Уайтсайд пытается перебороть Пау Газоля и Джимми Батлера, но совершает потерю, и тут же совершает перехват. Горан Драгич против Хасана Уайтсайда под своим кольцом сейчас палит Даг Макдермат, он, безусловно, признает это нарушение правил, но не мог он позволить сейчас Хасану Уайтсайду, не самому точному баскетболисту хозяев в плане бросков с линии штрафных, сделать красивый слэм-данк, буквально борцовский прием против Хасана Уайтсайда, применил, и тем самым отправив центрового Майами Хит на линию штрафных бросков. Хасан Уайтсайд имеет в ходе новичнего сезона лишь 64,6% попаданий с линии штрафных бросков, что для центрового, если вспоминать, например, таких людей, как Дандрид Джордан, безусловно, является едва ли не рекордным показателем, показателем, который можно считать абсолютно прекрасным, но, тем не менее, промахи с линии штрафных Хасана Уайтсайда безусловно, бывает. Сейчас он показывает тренерскому штабу, что локоть у него побаливает. Возможно, здесь он не очень приятно для себя приземлился. Конечно же, нехорошо себя повел Даг Макдермотт. Может он сейчас схватить технический фолл за то, что неспортивно он палил против Хасана Уайтсайда. Если перешатся сейчас арбитры, то будут еще и бонусы штрафные, еще и владение останется у Майами Хит. А таку Макдермоту нужно сейчас надеяться на то, что арбитры рассчитывают на сохранение интриги, а не на то, что Майами Хит просто-напросто получит дополнительное преимущество, дополнительные два очка, еще и дополнительное владение. Итак, решение, судя по всему, принято. Бригада арбитров возвращается на паркет. Сейчас небольшое совещание проведут. Нет, один арбитр заменился на другого. Видимо, три пары наушников не нашлось. Уорганизаторов сегодняшнего матча, и поэтому пауза несколько затягивается у нас, уважаемые друзья. Что касается Хасана Уайтсайда, то уже говорил я, что у него в ходе нынешнего сезона едва ли не в каждом втором матче дабл-дабл. В очередной раз нам демонстрируют, как захват против Хасана Уайтсайда применял Даг Макдермонт. Естественно, здесь никакой игры в мяч не было. Я даже не представляю, видел ли эту самую игру в мяч. Сам баскетболист Чикаго Буллс. Так вот, Хасан Уайтсайд в последнем матче против Детройт Пистонс. Матч разгромным для баскетболистов Майами Хиттс. Со счетом 107-89 два дня назад они здесь же на Американ Эйрлайнс-арене победили. Там Хасан Уайтсайд набрал 14 очков и сделал 12 подборов, сделав тем самым четвертый дабл-дабл в последних шести матчах регулярки. И доведя общее количество этих самых дабл-даблов в нынешнемся сегодня до потрясающего совершенно... До потрясающей цифры. Тем не менее, как мы видим, Эрикс Пейлстра по-прежнему не выставляет Хасана Уайтсайда. В основном составе отдаваем предпочтение Амаре Стэдмайеру. Но, как я уже и говорил до этого, это нисколько не коробит Хасану Уайтсайду. Он выходит, занимает свою позицию на площадке, играет, получает свое игровое время. И этим самым игровым временем пользуется очень и очень достойно, зарабатывая приличное для центрового количества очков и совершая огромный объем работы, который позволяет ему находиться. По многим показателям выше других баскетболистов этой позиции в ассоциации, Хасан Уайтсайд бросает среди штрафных. Первый бросок его точно, судя по всему, владение, как я и говорил, останется у баскетболистов Майами Хит. Сейчас недоумевают Джимми Батлер и Христиана Фелисио. Хасан Уайтсайд тем временем забрасывает два штрафных броска. Два из двух. Для него это, возможно, маленькая победа, но никто его не смущал, никто не смущал. Стоял по границам краски и тем самым мог он сконцентрироваться на кольце. Еще попытка от Хасана Уайтсайда против двоих соперников бросить от счета и забить еще два очка. То есть четыре очка практически в одной атаке набирает Хасан Уайтсайд. За минуту до конца третьей четверти 73-69 в пользу Майами Хит. 73-69, 40-46 по окончании первой половины. Напоминаю, бросок из-за дуги от Чикаго Боллс. Бросок неточный и подбор снова за баскетболистами. Майами Хит, Горан Драгич в атаке на Уайтсайда передачу делает потери от Уайтсайда. И Уинслоу мяч забирает. 12 секунд на атаку остается у Майами Хит. Нужно уже, наверное, до броска дело доводить Ричардсом с мячом. Читное количество секунд остается. Под кольцом проходит ряд. С счета забрасывает еще два очка. 75-69. От минус 6 по окончании первой половины до плюс 6 в концовке. Третьей четверти доводит Майами Хит. Плюс 12 входит в третьей четверти. Выигрывает у Чикаго Боллс баскетболист Эрика Спайлстер. И последнее владение остается за Чикаго Боллс. Джинни Батлер со средней на бросок решается. Эйрбол выбрасывает. И Драгич будет ли бросок, будет ли Базер Биттер? Нет, не будет. Базер Биттер выплевывает кольцо мяч, не позволяя уйти с еще более комфортным преимуществом хозяевам на последней первой сегодняшней матче. 75-69. О, кончание третьей четверти. И еще один первой. Последний первой в сегодняшнем матче. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Снова преимущество Майами вырастает до 6 баллов, 77-71. Был у нас вопрос в нашем сообществе ВКонтакте. Слышно ли что-нибудь о обменах с участием Майами Хит, о больших обменах и о приобретениях до кончания мучшего сезона? И в частности о том, что Пэт Райли часто упоминал в своих интервью имя Кевина Дюранта. Так вот, относительно Кевина Дюранта могу сказать, что лично мое мнение, навряд ли он все-таки в Майами Хит перейдет. У него есть много других, более предпочтительных вариантов. Но если Майами удастся еще какую-то звезду помимо Кевина Дюранта заполучить, например, совершенно фантастический вариант, вернуть Леброна Джеймса и перевести в Майами Кевина Дюранта, бороться тем самым со стопроцентной уверенностью за чемпионский перстень, тогда, возможно, Кейди перейдет в Майами Хит. Но если сравнивать с вариантом остаться в Оклахоме, например, отыграть там еще сезон, дождаться следующего повышения потолка зарплаты, и получить еще более высокооплачиваемый контракт, так же сравнивать с другими претендентами на Кевина Дюранта в межсезонье, который могут гарантировать ему борьбу за чемпионский перстень, то, наверное, не стоит рассчитывать на то, что Кейди окажется в Майами по окончании нынешнего сезона. Дерек Роуз сейчас получает право бросать два штрафных броска. Джордж Ричардсон, персональное замечание. Хватает Дерек Роуз с границы трехсекундной трехочковой линии, простите, бросал. Бросок не вышел, но не вышел из-за того, что Ричардсон на сопернике фалил и по рукам того задел. Так вот, что касается Кевина Дюранта, то самым вероятным местом продолжения карьеры по истечении нынешнего сезона является, конечно же, непосредственно Оклахома Сити Тандр. Если же говорить о борьбе за чемпионские перстни, то совершенно банальный, кажется, вариант с переходом в Golden State Warriors, команда, которая, конечно же, будет бороться, если Кейди туда перейдет, и в следующем году за право газоваться лучше, и, возможно, за право переписывать свои же рекорды. Но для этого и Golden State Warriors нужно будет расстаться с некоторыми ключевыми баскетболистами, в частности, скорее всего, с фокутом и кубалой, несколько разгрузить платежную ведомость, даже несмотря на то, что потолок зарплат поднимется. Сейчас у нас на паркете происходит то, что... Вы видите на своих игранах, Макдермат отправляется под кольцо, и фул в атаке получает. Да, Макдермат, не сокращая отставание своей команды до минимума 77-74 через две минуты после начала последней четверти. Так вот, помимо перехода в Golden State Warriors, который будет преступлением против баскетбола, как мне кажется, потому что если к Дэйву Томпсону добавится еще и Кевин Дюранд, то можно, наверное, национальную баскетболную ассоциацию закрывать. Неинтересно смотреть баскетбол сейчас сумасшедший просто слэм-данк удается баскетболисту Майами Хид. Просто прорвался он со всей злобой сквозь всех игроков Chicago Bulls. Это был Джош Ричардсон и вкладил с мясом буквально мяч в сетку. Пытаются прийти в себя баскетболисты Chicago Bulls после такого небольшого нокдауна. На дугу отдают мяч на Макдермат. Бросок Фелисио проходит под кольцом, не засидывает этот джем от баскетболиста из Бразилии. Безусловно, здесь повтор, наверное, можно посмотреть. Как мне показалось, я уже успел забросить сумасшедший просто данк от Джоша Ричардсона через Бобби Портиса и в ответной атаке пытался что-то подобное исполнить. Сумасшедшую радость скамейки, которая на данный момент является скамейкой Майами Хид. Но на самом деле Асану уже был права клуба в ответной атаке Кристиано Фелисио. Также красиво мяч в кольцо Майами Хид отправил, но забросить не получилось. И Хасан Уайтсайд сейчас снова с двумя соперниками на плечах в краску проходил. Трехсекундную зону уже доскакал, добежал, но забросить не удалось Хасану. На дугу от Джоша Ричардсона бросок по высокой дуге и не удается забросить. Трехочковый бросок к Джошу и мяч остается, судя по всему, у госпитболистов Чикаго Боуз. Так вот, по поводу Кевина Дюранта, помимо Golden State Warriors, в котором, если перейдет, как я уже сказал, ассоциацию, можно будет закрывать за неинтересности регулярного чемпионата. Есть еще вариант из Boston Celtics и Los Angeles Clippers. Каждая из команд могут, условно, бороться за этого баскетболиста. Clippers, скорее всего, в такой ситуации обменяет его на Блейка Гриффина и пара Крис Пол. Кевин Дюрант будет являться украшающей для любого коллектива ассоциации, но, безусловно, это будет риск для баскетболиста, который в нынешнем сезоне за Оклахому выступает, потому что Крис Пол на протяжении 10 лет уже является разыгрывающим, едва ли не лучшим разыгрывающим в NBA. И, конечно же, со временем, когда-то его форма должна сходить на нет, когда-то он уже должен начать сдавать. И это может случиться абсолютно в любом сезоне, так что переход в Los Angeles Clippers будет с очень большим количеством рисков. Переплетаться для Кевина Дюранта переход в Los Angeles Lakers в нынешнем сезоне, как мне кажется, невозможен, потому что команду раздирают всякие внутренние конфликты, в частности, Д'Анджело Рассел выступает с постоянными заявлениями относительно того, что сейчас он не играет в свою силу, сейчас у него перед каждым матчем пока Дженни Баттер 2 из 2 штрафных зарабатывает и... 2 из 2 штрафных, простите, забрасывает и делает счет 79-76 за 8-40 до окончания последней четверти сегодняшнего матча, если не будет, конечно же, овертайма, Драгич пытался с Войтсайдом сейчас Алиуп разыграть, но совершенно не точно передачу сделал. Ответная атака хозяев. Так вот, много внутренних конфликтов у Los Angeles Lakers. Рассел, один из самых талантливых баскетболистов команды, на данный момент говорит, что его единственная задача из любой позиции на поле отдавать мяч на Коби Брайанта, где бы Коби на данный момент не находился. Быстрая атака от Чикаго Булсы! Фелисио забрасывает из-под кольца, абсолютно без помех, не успели Майами Хит вернуться в оборону. Небольшой рывок от Чикаго Булсы, где-то его очка отставания сокращается. Так вот, поэтому я считаю, что переход Кевина Дюранта в Майами Хит в нынешнем сезоне практически исключен. Скорее всего, Кевин Дюрант останется в Акалфома Сити Тандр как минимум еще на один сезон. Он, возможно, понаблюдает из-за тем, куда берегут остальные звезды, которые выйдут на рынок свободных агентов по истечению нынешнего сезона. И тогда уже будет принимать решение, к какому дуэту или трио звездному присоединиться, для того, чтобы завоевать, наконец-таки, чемпионский перстник, который пока что не удается завоевать с Акалфомой. Диуэйд сейчас проходит на границе трехсекундной зоне и красивым флотером зарабатывает еще два очка в сегодняшнем матче. Хороший матч удается Дуэйну Уэйду. Свои средние показатели по ходу нынешнего сезона он, безусловно, сегодня зарабатывает. Джимми Баттлер получает заслон от Фелисио, не попадает сам, и Фелисио добавляет мяч в кольцо и зарабатывает. К тому же еще и Эмдуан для своей команды. Хасану Уэйдсайду, судя по всему, персональное замечание. И два заметных движения удалось Кристиану Фелисио на самом мяч в кольцо добавить. Сегодня, как мы видим, 8 очков и 7 подборов на границе. Дабл-дабл находится бразильский игрок Чигага Булз, но штрафной бросок он не забрасывает. Всего 63% он не отходит в нижнего сезона, поэтому удивляться здесь, наверное, не стоит. И Джофф Шелсан снова атака своей команды. 81-80 за 7 минут до конца матча. До конца основного времени матча. Пользуя Чигага Булз и быстрое нападение от Эрика Роуза и Джимми Баттлера. И еще 2 очка от Чигага Булз и тайм-аут от Эрика Спаэстро. Радуется, безусловно, радуется. Скамейка Чигага Булз. Все выскакивают на площадку. Поздравляю своих партнеров, которые в рывок в начале четвертой четверти. Первые пять минут четвертой четверти совершили. Дерек Роуз посидел в третьей четверти на скамейке запасных. Подумал над тем, как спасать этот матч. Увернулся на паркет и делает результат сейчас для своей команды. Вместе с Джимми Баттлером. Джимми Баттлером, который возвращает себе лицо после неудачного матча в Мемфисе, к которому я не устаю возвращаться. Итак, тайм-аут закончился, и Диуэйт начинает атаку своей команды. Джо Джонсон разыгрывает мяч. Касана Уайтсайда, как мы видим, посадил Эрик Спаэстро на скамейку запасных. Вернулся Амара Стэдмайер. Амара Стэдмайер, который сегодня очень хороший матч проводит, и очень много полезных действий в атаке и в обороне совершает. Но, тем не менее, сейчас побороться за подборность киболистами Чикаго. У него не вышло Джимми Баттлер на Пау Газоль, а Пау Газоль мало сегодня бросает с игры. В основном бросает либо из-под кольца, либо с линии штрафных бросков. Сейчас Дерри Кроулс за средней по достопочнам. Самысловатый Дуги отправляет еще два очка в четвертое четверти в кольцо соперников. Выводит свою команду на три очка, чем самым уже вперед и уже под своим кольцом. Получает персональное замечание в борьбе с Джортом Ричардсоном. Показали нам баскетболистов, которые пропускают определенное количество матчей в ходе нынешнего сезона. И, конечно же, здесь нельзя не отметить отсутствие в составе Чикаго Буллс Жакима Ноа, который мог бы очень много пользы своей команде принести. Возможно, именно с отсутствием тем или иным баскетболистов связаны проблемы, которые есть с результатом у баскетболистов Фреда Хойберга. Но списываться исключительно на это, наверное, не стоит, потому что главные звезды все-таки в составе. И главной звездой, на мой взгляд, в составе Чикаго Буллс является Паул Газолик Джинни Баттлера. Паул Газолик не вылавливает сейчас передачу партнеров под чужим кольцом. Как раз передачу Джинни Баттлера не удалось угродить испанскому игроку Чикаго Буллс. Но, тем не менее, я считаю, что одним из главных лидеров своей команды он является. Показывает нам, как накрыл бросок Джастин Ауинскоу под своим кольцом Джинни Баттлер. И сделал это без персонального замечания. Ди Уэйд на движении убрал Николу Миродича под чужим кольцом, но не стал бросать. Отдал на дугу на Джо Джонсона, который также не стал сразу бросок наносить. Получает засловно Тамара Стэдмайера и совершает потерю. И в ответ на атаку убегает Дерек Роуз, но не удалось этой атаке в быструю фазу перейти. Джинни Баттлер на дуге мяч получает. Улучшали, улучшали позицию. Баскополисты Чикаго в итоге совершили также потерю. И уже быстрая атака от Майами Хит. Красивая передача от Ди Уэйда на Амара Стэдмайера в трехсекундную зону. И 85-84 в пользу Майами Хит. Удалось сейчас Дуэйну выйду в фантастический экстрапаз сделать. На центрового и к тому удалось в свою очередь заработать очередные очки из краски. Сделать это из Тандеррика Роуза для центрового не составило ни малейшего труда. Дуэйн Уэйд сегодня хорошую лицу демонстрирует, хороший матч проводит. Напомню, что он вернулся в состав возле двух матчей, которые пропустил из-за травм спины и шеи. Вернулся в матч с Детройтом, о котором мы уже ранее говорили. И набрал в этом матче 16 очков, тем самым приблизившись к своему среднему показателю до сегодняшнего сезона. И сегодня еще более качественную игру демонстрирует. Ведет свою команду вперед и много красивых действий. Ведет сейчас Джинни Батлер под чужим кольцом хватает фол для соперников, если я не ошибаюсь, для Амары Стадмайера, который на концовку матча скорее всего все же купит место на паркете Хасану Уайтсайду. А Джинни Батлер сейчас будет два штрафа броска исполнять. Было бы неплохо, если бы режиссеры нам предоставили статистику Джинни Батлера в сегодняшнем матче в этом показателе. Грустные глаза у Хасана Уайтсайда пока что не собираются выходить на паркет. 18 очков сегодня у Джинни Батлера. И 6 из 6 с линией штрафных бросков. Вперед он выводит сейчас свою команду за 4 минуты 40 секунд до конца. В четвертой четверти счет 86-85 в пользу Чикаго Булз и Дуэйн Уэйд пытается что-то еще особенное придумать под чужим кольцом. Пока что придумывает лишь. Сохранение владения для своей команды в борьбе с Дерриком Роузом. Горан Драгич так же грустен, как и Хасан Уайтсайд. Лично я не понимаю, по какой причине Уайтсайд тем временем на паркете все же появляется на концовку этого матча. Немножечко сил подкопил Хасан Уайтсайд. Сейчас благодарят все болельщики Амара Стэдмайера, понимая, наверное, что закончился для него сегодняшний матч. Очень хороший матч для Амара Стэдмайера и тут же выйдет из алхамейки. Хасан Уайтсайд вылавливает передачу Ди Уэйда и забрасывает свои быстрые два очка. Не удалось сделать Алиуп, который, наверное, задумывался Дуэйном Уэйдом. Но, тем не менее, от этого не менее красивыми эти два очка становятся. Не менее важными эти два очка становятся для команды Майамики. Деррик Роуз проходит в краску, бросает и не попадает. И тут же продолжение атаки. Блокшот от Хасана Уайтсайда для Деррика Роуза. Буквально прибивает соперника к счету Ди Уэйд в ответной атаке с отклонением, с фолом. И буквально с невозможной уже позиции бросает мяч по высокой дуге, забрасывая его после нескольких колебаний круглого от дужек кольца. Сейчас будет еще и бонусы страхной. Дуэйн Уэйд пробивает сегодня просто фантастический матч. Дуэйн Уэйда 18 очков, 5 подборов и 9,16. С игры у Дуэйна Уэйда на данный момент бонусный штрафной, если он забросит, то увеличит преимущество своей команды до 4 баллов. Дуэйн Уэйд забрасывает штрафной бросок 90-86 в пользу баскетболистов Майами Хит. И Деррику Роузу нужно уже что-то свое придумывать в атаке для того, чтобы команду на последних секундах вместе с Джимми Батлером и компанией повести вперед. И сравнять счет, выиграть матч для своей команды, подарить своим болельщикам надежду на то, что команда тоже пробьется в плей-оу. Джимми Батлер разворачивается из-под Джоша Ричардса на ИС. С отклонением забрасывается. Средний 2 очка, 90-88. Интереснейшая концовка у нас с вами, друзья, ожидается. 3 минуты до конца матча у Джимми Батлера 21 очко. В сегодняшней игре это безусловно лучше, чем у него было. В матче позавчерашний против Мэфиса, к которому мы не устаем возвращаться, Джон Джонсон из Задуки не попадает. И тут же Уайтсайд под кольцом подбор выигрывает. Дважды подбор выигрывает Хасан Уайтсайд. И с фолом сейчас забрасывает мяч в кольцо соперников. Персональное замечание для Пау Газоля. И бонусный штрафной для Хасана Уайтсайда, который сегодня этих самых штрафных вроде бы еще не промахивался. Уже здесь можно было давать, мне кажется, фол по Пау Газолю. Но арбитры посчитали, что это не так. Уже в следующем буквальном моменте, когда Хасан Уайтсайд снова забрал подбор под чужим кольцом. Он получил по рукам Пау Газоля снова. И на этот раз уже арбитры свистнули. Забросил бонусный штрафной Хасан Уайтсайд. Приближается он к еще одному своему дабл-дабл. 13 очков и 8 подборов у него в сегодняшнем матче. Уэйн Уэйд перехватывает передачу Джимми Батлера. Быстрое нападение от Майами Хит. Может получиться? Получиться, просите Джордж Ричардсон. Джордж Ричардсон делает передачу под кольцом. Уже находясь сам в очень хорошей позиции на партнера. И 95.88 буквально за считанные секунды счет. Из равного становится преимуществом всеми очковым для Майами Хит. И, конечно же, на радость всех 20 тысяч болельщиков, которые сегодня пришли на Американ Эйрлайнс арену. Сейчас удалось Лоуу Денгу забросить с передачи. Джорджа Ричардсона видели бы совершенно другой взгляд Хасана Уайтсайда еще минуты 4 назад, когда он сидел на скамейке запасных, и были у него очень грустные глаза, направленные в пол. Сейчас же он был абсолютно счастлив и радовался, как ребенок, когда бежал к своему кольцу после очередной атаки своей команды. 2 минуты 34 секунды до конца матча 95.88 в пользу Байами Хит. И сейчас нужно что-то экстраординарное придумать Фредди Хойбергу для того, чтобы его команда, это самое основание, свела к минимуму и имела шансы в концовке побороться за победу. Джимми Батлер под кольцо проходит. И персональное замечание еще одно. Для Хасана Уайтсайда еще 2 штрафных проска для Джимми Батлера, который сегодня с этой точки пока что не промахивался. Будет ли промах сейчас в самой концовке, когда Chicago Bulls так нужны очки, и очки нужны Chicago Bulls, как воздух, и, возможно, как главная надежда. Концовки регулярного чемпионата и концовки нынешнего матча. Первый штрафной точен Джимми Батлер с первого штрафного. Касана Уайтсайда уже едва ли будут менять тренеры. Майами Хит, Мак Дермалт уходит с площадки, выходит Джастин Холлидэй и будет сейчас помогать своим партнерам возвращать свою команду в игру за 2 минуты до конца матча и отыгрывать 5-очковое отставание. 95-90 в пользу Майами Хит. Как я и говорил в первой половине, в среднем 100 и более очков в последних 10 матчах набирает Майами Хит в атаке. И Бэйн Уэйд, сумасшедший проход сейчас, но не фиксируют арбитры нарушения. Подбор, еще один подбор остается за Хасаном Уайтсайдом, и это 9-й. Его подбор в сегодняшней игре. Один подбор остается Хасану Уайтсайду для того, чтобы сделать 5-й, Вдумайтесь, только 5-й дабл-дабл в 7-ми последних матчах. Сейчас он будет бросать 2 штрафных броска. К сожалению, не удался красивый сольный проход Дуэйну Уэйду. Так вот, в среднем своим по ходу последних 10 матчей 100 очкам Майами Хит приближается, если в первой половине в это трудно было поверить. Всего 40 очков команды было в атаке набрано, то сейчас уже 95. И вот он, вот он, первый промах Хасана Уайтсайда в концовке сегодняшнего матча. Николай Миротич исчерпал лимит персональных замечаний и присел на скамейку запасных. 5 из 6, как мы видим сегодня у Хасана Уайтсайда. 6 из 7 с линии штрафных у Хасана Уайтсайда. По-прежнему продолжаю настаивать на том, что это удивительный показатель для центрового в концовке матча, когда силу покидают всех и каждого. Джимми Баттлер из-за дуги мимо и вот он, дабл-дабл для Хасана Уайтсайда. Пятый дабл-дабл в 7 матчах. Десятый подбор только что был на ваших экранах. Минута 45 до конца матча. И 6-очковое преимущество Майами Хит 96-90 наберет ли команда. Лерика Спайлстер с точку в сегодняшнем матче. Дуэйн Уэйд красиво пытался забросить еще раз. И тут же еще два подбора записывает на свой счет. Хасан Уайтсайд и забрасывает через двоих соперников еще 2 очка своей команды. 8-очковое преимущество за минуту 20, наверное, все же не удастся отыграть, если сейчас быстрыми трехами не сократить это самое отставание. Сейчас забрасывает Джастин Холиды в проходе до лицевой кольцу. Майами Хит проскочил и из-под кольца от счета сумел сократить отставание до 6 очков. И получает Кандуан к тому же, получает персональное замечание. Еще одно Хасан Уайтсайд, если я не ошибаюсь, это уже четвертое его персональное замечание в сегодняшнем матче. Но, как мне кажется, здесь нарушение не особо-то было. Я бы поблагодарил режиссеров, если бы они показали сейчас статистику Хасана Уайтсайда по полам. Дабл-дабл в сегодняшнем матче он заработал, на паркете он по-прежнему остается. Это значит, что количество персональных замечаний Хасан Уайтсайд еще не исчерпал в сегодняшнем матче. И это значит, что после просмотра повтора арбитры не стали выносить замечания Хасану Уайтсайду, потому что матч только что был продолжен из столицевой линии. Лол Дэнк проходил вдоль краски, пытался бросить, не стал этого делать. Он дал на Джоша Ричардсона, который 2 очка бросает с границы. Трехочковый, простите, линии 192 за 59,4 секунды до конца сегодняшнего матча. Восьмиочковое преимущество команды Майами Хит. Абсолютно обдуманно, как мы видим, действовал Лол Дэнк, который не стал бросать сопротивление с Пау Газолем, оделал передачу, именно что передачу, а не как получится на Джоша Ричардсона. И Джош Ричардсона своего коллегу по команде, партнера по команде отблагодарил. Здесь трехочковый бросок был, и, наверное, сейчас об этом сообщат бригаде арбитров. Пока же защитано лишь 2 очка для Майами Хит. Нужно как-то Эрику Спайлстри и Денитскому штабу доказать сейчас главным арбитрам сегодняшней встречи, что там трехочковое попадание было, и мы видим, что арбитр просматривает сейчас этот момент в грустном плане ноги Джоша Ричардсона, и ничто не должно помешать сделать счет сейчас 101-92, потому что мы с вами видели, что это был именно тот трехочковый бросок. Слышали вы объявление по стадиону, объявление по арене, сказал Диктор, что трехочковый бросок это был. Счет на табло изменился, 101-92, минус 9 очков для Чикаго Буллс за 59 секунд до окончания этого сумасшедшего матча, в котором была интрига по окончании первой половины, и в котором эта самая интрига была практически убита по ходу третьей четверти, когда Майами Хит выиграл плюс 12, и сделал свое уже преимущество шести очков. Пау Газоль проходит в краску, и против него фалит Джош Ричардсон. Пау Газоль будет бросать два штрафных броска. Ну а отставание 9 очков или 7 очков за 40 секунд до конца матча, это не суть как важно. Видимо, что пока что за пределами, снова об этом напоминают, за пределами кубковой восьмерки находится Чикаго Буллс, 39-39, а в онлайн таблице 39-40. Показатель побед и поражений для подопечных Фреда Хойберга, отрицательный на данный момент баланс 93-101. Сейчас счет становится после первого попадания с линии от Пау Газоля. Своей собственной какой-то стойки он на линии штрафных постоянно находится. Очень широко расставляет ноги, и возможно именно это помогает ему забрасывать большой процент штрафных бросков. Сейчас нужно очень жесткий прессинг для игроков Чикаго Буллс применять против соперников. Диуэйд находит на дуге Джоша Ричардсона, который держит мяч, не бросает по кольцу. Позиционная атака хозяев, и если не будет, сейчас броска будет флот Джо Джонсон из-за дуги. Джо Джонсон, 3 очка, 104,94 и 27,9 секунды до конца матча. Все здесь становится понятно, едва ли эту игру еще как-то можно спасти. Радуется скамейка Майами Хит, радуются болельщики, переполнившие Американ Айрлайнс Арену. Радуются, безусловно, вот эти личные поклонники Хасана Уайтсайда, потому что их команда делает серьезный шаг к тому, чтобы подняться в турнирной таблице еще на одну-две позиции и занять таки место, которое позволит им начинать плей-офф с матчей на своей домашней арене. Позволит бороться с командами, которые будут ниже первой четверки за то, чтобы пройти дальше, чем первая стадия игр на вылет. Минус 10 очков за 28 секунд до конца матча. Мне кажется, здесь нужно просто уже заиграть этот матч. Джимми Батлер, тем не менее, с этим не согласен, проходит под кольцо, и Хасан Уайтсайд все же хватает. Персональное замечание сейчас идет оправдываться перед Гороном Драгичем. Говорит, наверное, что этого фола на самом деле не было, но славянец его пытается всеми силами утешить. Если бы можно было, я бы, наверное, сейчас рассказал вам по губам Уайтсайда, прочитав, что он пытается сказать своим партнерам, но, мне кажется, это от цензуры в нашей стране запрещено. Итак, количество персональных замечаний превысил. Хасан Уайтсайд сделал он свой дежурный дабл-дабл сегодняшний матч. Пятый за последние 7 матчей, 16 очков, 12 подборов и 5 из 10 с игры у Хасана Уайтсайда. Это при том, что игрок выходит со скамейки, ну и превышенный лимит фолов, место на скамейке запасных на последние 30 секунд сегодняшней игры. Джимми Батлер с линии штрафных по-прежнему отказывается промахиваться, но сейчас для его команды это едва ли показательная характеристика, едва ли то, что может помочь им победить в сегодняшней игре. Дуэйн Уайтсайд сейчас отправляется удерживать мяч, но у Хобби Бортиса свои взгляды были на концовку этого матча. Возможно, это указание Фреда Хойберга, возможно, это личная инициатива игрока Chicago Bulls для того, чтобы, возможно, заканчивать матч своей атакой, а не атакой соперника. Дуэйн Уайтсайд будет сейчас два штрафных броска пробивать и едва ли в концовке матча, когда восьми очковым преимуществом его команды является, Дуэйн Уайтсайд с этой самой линией штрафных будет промахиваться. Первый штрафной точно от Ди Уэйда и 105-96 счет становится. Был вопрос также по поводу, как я уже говорил, обменов. И если ситуацию с Диуреном Дюрентом не разобрали, то Майами собирается вроде бы как по данным, которые имеются в сети интернет, пописать Дорала Райта, который еще в прошлом сезоне, пока Бобби Портиз сверху вколачивает передачи Деррика Роуза и пытается обозначить прессинг, но 12 секунд до конца матча и уже просто-напросто заканчивают команды эту самую игру. Джо Джонсон не сопротивляется. Chicago Bulls Miami Heat выигрывает и Miami Heat ставит крест на надеждах Chicago Bulls выйти в кубковую восьмерку по итогам регулярного чемпионата NBA 2015-2016. Едва ли уже что-то может повлиять на то, что Chicago Bulls в эту самую кубковую восьмерку попадет. Как бы нам не было жалко Деррика Роуза, Джимми Батлера, Пау Газоля и прочих классных баскетболистов из Chicago Bulls, они заслужили то, что в итоге имеется в протоколе сегодняшнего матча и в итоге имеется по ходу 79 матчей регулярного чемпионата. Так вот, Miami Heat вроде бы как собирается подписать Доррелла Райта, который еще в прошлом сезоне играл за Portland Trailblazers. И половину этого сезона провел в чемпионате Китая. А всего же две позиции имеется у Miami Heat в протоколе, который они собираются закрыть вышеупомянутым Дорреллом Райтом и Брайандом Уэбером, который не закрепился в составе Memphis Grizzlies. С вами был Алекс Сидоров и 36 студия, мы прощаемся на этом. Любите баскетбол, друзья!